Мы находимся у прицепного 4-метрового агрегата Тираленд, который мы приобрели год назад. В первом сезоне он отработал примерно 800 гектар. До этого мы были владельцами 3-метрового навесного агрегата Тираленд, с которым мы каждый год отработали 600 гектар. Этим агрегатом мы очень довольны. Агрегатируем его к серионам Saddle Track 380 лошадиных сил. Именно из-за этого в этом году будем локально вносить удобрения, чтобы осенью иметь все подготовлено. Поэтому в этом году будем рыхлить и вносить удобрения. Работаем на глубину около 45 сантиметров. Мы находимся на полях с сахарной свеклой. Свеклу выращиваем на 320-340 гектаров. В северообороте ее даем после 3 или 4 лет. В этой системе выращивания сахарной свеклы нам глубокая обработка почвы очень по душе. В нашей компании не пашем уже с 1995 года и систематически рыхлим от 2002 года. На сегодняшний день у нас два долотообразных плуга компании Bednar TerraLand TO-4000. А именно так наше хозяйство рыхлит практически на всей площади. Яровые абсолютно все. А что касается сева озимых, там рыхлим разноворотные полосы и площади озимого рапса. Как я уже говорил о локальном внесении удобрений, мы используем промышленные удобрения. До недавнего времени мы использовали пневматический разбрасыватель удобрений Pikes, который провел качественную работу. Так как мы купили трактор Xerion Saddle Track и рыхлитель, то мы в этом году будем локально вносить удобрения при рыхлении для сахарной свеклы. Так что этим мы сэкономим одну операцию, один переезд, одного рабочего и горючее. Сейчас, последние три года, наша урожайность поднялась выразительно наверх. И я думаю, что это точно структурой почвы этой глубокой обработки. Структура почвы хорошая и без вопросов, там, где у нас меньше задерживалась вода, таких мест на поле просто не существует. Эта система у нас с 2002 года, так что ей 12 лет. Хотя тогда у нас не было такой техники. Мы рыхлили трактором со 180 лошадиными силами, так что рыхлили где-то на 25-28 сантиметров. Сейчас в среднем 45 сантиметров. Так или иначе, рекомендую всем, не только тем, у которых наши условия, а просто всем, использовать гидролические предохранения рабочих органов. Но как я уже говорил, рыхлили с 2002 года, и работает один и тот же человек, и он бы вам сказал, что тогда ездил 7 км в час, а сейчас 12 км в час. У этого рыхлителя, по сравнению с плугом, одно большое преимущество, а это то, что у него минимально на треть выше производительность и поля остаются после него идеально ровными. Гарантирую вам, что если бы вы въехали на поле, когда здесь нет свеклы или после уборки зерновых, то по нашим полях можете ехать скоростью 80 км в час. Машина не дернется. Так как я уже сказал, мы 12 лет не пашем, оравняем и рыхлим. Это выгодно со стороны организации работы. Рабочий тут с этим 4-метровым захватом отработает 20 гектар каждый день при обычной смене.